Привет, уважаемые друзья! Это канал Slovat United, меня зовут Эмили, мы продолжаем карьеру Добрыни Поповича. На сей раз к нам в гости в Oracle Arena приехали гости из Далласа. Гости приехали в гости. Вот такая тавтология. Дэвид Ли травмирован, вместо него в стартовой пятерке Морис Спейкс, вместо Стэпа Карри в стартовой пятерке действует такой игрок, как Шон Ливингстон. Но это мы видели уже в прошлом матче. Реджина Ронда у Далласа, естественно, нет. Так, пока Ливингстон мячом ни с кем не делится. Сейчас и Гудалу находит. Андрей Гудалу заряжает издали, не попадает, естественно. Но Добрыни Попович ждал, ждал этого промаха. Ну и там баражирует он под кольцом, периодически готовясь подобрать мяч. Но пока вот он остался против маленького. Спейкс против Дирка Новицки, все правильно. Нет, все нормально. Спейкс забивает, несмотря на сопротивление Дирка. Очень интересно. Джаммер Нельсон, разыгрывающий у Даллас Маверикс. Я не против маленького, кстати говоря, оставался. Центровой удался такой маленький. 34 номер. Подождите, а кто это? Что-то я не признал. Это Брэндон Райт. Ничего себе. Какого лет-то? 28 всего. Я думал, он уже старый. Ничего себе. Брэндон Райт. Ну, он долгое время сидел на скамеечке. Удивительно, что не признаю. Ой-ой-ой. Слишком рано выпрыгнул. Там Монте Элис разобрался. Ну, довольно сильно удалось. Команда подбирается в этом году. Прибавьте Кадирку и Монте. Еще и... Еще и Ронда. На плюс есть Чендлер Парсонс. Спейкс. Не утупи, Моррис. Ай. Куда вам? Ну, давай. Иги. Не промахнись. Промахнулся. Ну, Добрыня Попович. Тут как тут на подборе. Когда нет Стефа Карри на паркете, Добрыня всегда разогрет. И всегда играет лучше, чем... Блокшот прекрасный. Брэндон Райт. Давай, до свидания. Под злобный смех. На уроке Ларине. Да, Ливингстон, конечно, слабоват. Ну, вот сейчас заслончик от Добрыни. Здесь нужно всех оттеснять. Всех оттеснил Добрыня. Клэй Томпсон один. С Добрыней никто не делится передачами. Томпсон предпочитает бросать сам. И промахиваться сам. 6-4 ведь дал спереди. Бездарм действует наша команда. Без Стефа Карри. Все очень плохо. 8-4. Мы уступаем. Парсенс. Который, говорят, потолстел, пожирнел. Сам Парсенс говорит, что он не пожирнел. Такая эпопея была в межсезонье. Ну, попадает, наконец-то, Ливингстон. После такого заслона, если бы не попал, это было бы вообще странно. Но меня смущает игра Ливингстона в этом матче. Потому что вообще команду не видит. Играет исключительно сам. Так, Дирк Новицкий поставил фейковый заслон. Так. Ливингстон. Очередной проход. Ну и Шон Ливингстон. Посмотрите. Начал пользоваться. Начал пользоваться скринами от Добрыни. Но вот это, что было, я не совсем понял. Могли мы выйти вперед. Ливингстон не забил простейший штрафной. Спейкс, держи-ка дырка. Элис. Дырк. Но Спейкс не держит дырка. Вообще не держит. Неправильно, Ларис. Так, Ливингстон. Снова один. Заслон от Добрыни тебе не нужен, видимо, да? Не нужен. Ставлю здесь заслончик. Здесь заслончик. Клеюшка. Ну что творится, а? Просто вообще что-то немыслимое. Добрыни Попович уже под щитом. Но здесь Райт оказался шустрее. 8-8. Дырк. Нельсон. Ну что Джамир Нельсон придумает. Бросил. Не забил. Добрыни Попович на подборе. Если бы не Добрыня, команда бы уже, боюсь, летела. И Добрыня в проходе сам. Очень мощно. Так что тайм-аут вынуждает взять тренера Далласа. Далласа. Грин у нас вышел вместо Мариса Спейкса. Спейкс, видимо, не справлялся. Ну и Run the Fast Break. Любимая установка Дока Риверса. Нужно забирать подбор и сразу, короче, давать вперед. Как мне говорят, что надо делать, чтобы выполнять эту установку. Забрал подбор и сразу пас вперед. Желательно подальше. Brandon Wright. Элис. Ну, это уж совсем. Гали Монти бросить. Так, ну не совсем Fast Break, конечно, сейчас. Грин стоял слишком близко. Ну, 10-8. Так, давай-ка за слончик. За слончик, давай. Давай, давай, давай. За слон. Ну, я кому ставлю за слон? Тебе же ставлю. Вот. Вот, клеюшка. Ну, Чендлер Парсонс. Второй фол. Ну и вот Ставкаре появился. Травмированный, конечно, Ставкаре. Но все еще Ставкаре. Ставкаре Джей Джей Борея. И вы не поверите. Эндрю Богу. То есть такая странная у нас пятерка. Грин, который, видимо, вместо Игудалы действует. И Карри разыгрывает Джей Джей Борея. Шутинг Гард. Но против маленького Монте Элиса. Самое то. Но вот и то не успевает. Не успевает. Хотя, подбор за Добрыней. Тут пока переживать нечего. И Добрыня тут просто вырывается на оперативный простор. хотел заданкать, но получилось вместо этого какой-то невнятный бросочек. Абсолютно невнятный. Папа Николау. Против Папы Николау Эндрю Богут. Богут там перегаром на него подыхивает периодически. Барнс. Ну это... Подождите. А это... Не нашли Барнс? Ну-ка, сейчас я гляну. Да, совершенно точно. Это наш Харрисон Барнс. Вот для кого этот матч тоже очень важный и совсем необычный. Передача Богуту. Богут на Борею. Ой-ой-ой. Богут верим. Эндрю. Хорошо. Ну вдвоем с Богутом у нас два столба просто в краске. Добрыня Паповича. Ха-ха, Чедлер. Получил второй фол тут же. За голову свою коротко выбритую схватился. А у Добрыни шевелюра пышная. У него там растет все. Осталось только штрафными понаказывать еще этого самого Чендлера. Ну вот в этот раз получилось полно наказать. Теперь я думаю, что охоты у него не будет так делать больше. Ну и что. Чендлер. Добрыня так неплохо прессовал сейчас его. Монтеэлиэс получил наконец-то горшок от Добрыни Паповича. А то уж больно расслабился там. Уж больно расслабился. Негоже так делать в Корее. И попадает в Корее за 0,2 секунды принося такое комфортное преимущество перед перерывом Golden State Warriors. Док Риверс одобряет. Начинается у нас вторая четверть. Начинается с владения Далласа. Попытки Дэвина Харриса сейчас вывести из равновесия Джиджея Борею. Ну, Джиджея Борея Харрис хорошо знает. Еще и Добрыня Папович есть. Вот Райт. Не надо Богуту было стягиваться. Зачем Богут бросил Папу Николау? Я не совсем понял. Потому что ну зачем выходить на трехочковую дугу за Райтом? Который трешки ну даже если хоть как-то бросает все равно не стоит оставлять одного совершенно Папу Николау. Папа Николау хоть и европейского типа игрок но уж из-под кольца то он забьет. И мы помним видео отца Европы какое он постарайся заложил. Конечно там против Будивельника киевского но ничего значит может и против команды НБА тоже что-то делать. Богут подбор нападений выигрывает дай эндрю Богут все нехорош. видно что проспался видно что когда нет на паркете Ли Богут оживает Богут оживает и Богут может приносить пользу. Вот СТФК и Баги перегружать но видимо без него тяжко тяжко приходится. Добрыня Папович выигрывает подбор очень мощно эффектно сейчас Добрыня пытается затереть под кольцо например Харриса вот здесь бы Карри не тупил но увы тупит так ну что заслончик тебе нужен? Нет нужно уже идти на подборчик нужно идти на подборчик к сожалению Райт там шустрее всех был Харрис куда Харрис пойдет раскачивает раскачивает СТФК Карри ну Карри травмированного сейчас просто раскачать что что сотворил сейчас Элис уперся в коленку Богу тут Док Риверс внимательно следит за игрой но видите что Добрыня Папович по подборам за игру абсолютный лидер 23,6 уже 10 в этом матче столько за весь матч собирают блокшот прекрасно сыграл Добрыня Папович сейчас там Папа Николау сокрушался но сокрушался я думаю что и Райт выходит вместо Папа Николау Дирк Новицкий долго ему надо отдыхать в силу возраста уже не тот Дирк 4 блокшота у нас в этом матче 9 очков 10 подборов ну может быть даже на трипл замахнемся то знаю Амино нет броска ставлю заслон нет никто никто на это не идет ужасный пас от Ливингстона и не особо сейчас уверенная защита от Добрыни Паповича хотя посмотрим чем еще дело кончится Ливингстон Добрыня ай-яй-яй ай-яй-яй неплохо проходил но тут о никаком пастерайзе речи идти не могло 100 подбор вот еще один в свою копилочку добавил Папович богатырь русский и здесь его уже накрывают да не стоило так опрометчиво лезть Харрис ну и Морис Спейкс вынужден был с фоллом останавливать своего соперника 7 секунд так блин нужно я же в посте был нельзя было так делать Клей Томпсон издали не попадает Добрыня не попадает ну как же так ну как же так надо было забивать сейчас увы промах Парсонс что делает Чендлер Парсонс проходит под щит нарывается там на блокшот очередной от Добрыни Паповича и наброс на Клея Томпсон зря я это сделал я все таки не разыгрывающий не стоило так рисковать нужно было просто обычный пасек отдать ну и я решил выпендриться зря зря не стоило рисковать все таки пока преимущество у нас всего 10 очков сейчас без понтов надо играть богатыри они же не любят понтовать они все делают аккуратно и расчетливо Элис Монта что снова ну здесь уже Добрыня только с фоллом вынужден действовать и то не удалось помешать Монте Элису однако Монта дарит Добрыне подбор халявный и Добрыня уже разгоняет атаку против Монты действует пас и фолл это уже Парсонс Парсонс нарушил правила на Добрыне спейкс попробуем обыграть Райта обыграется он или нет да обыгрался вполне Моррис спейкс бросок со средней дистанции не попадает Моррис обидно а разыграно было здорово Парсонс ой-ой-ой Чендлер Парсонс обманывает сокращает дал из разрыв уже до 6 очков между тем пока наши партнеры доблестно мажут с под кольца но Добрыня сам тоже мажет так заслончик есть заслончик то есть забивать бы еще забивает забивает Шон Ливингстон хотя бросок был очень тяжелый два соперника под кольцом но каким-то образом Ливингстону удалось там проскользнуть ой-ой-ой и Райт там под кольцом остался стянуться Добрыня ведь на маленького пронадеявшись на Спейкса но вот Марис там к сожалению подбор выиграть не сумел давай-ка пас сюда оп уйдем от Райта нет не уйдем потесним его тогда хорошенько и отдадим пас на Клея Томпсона Клей решай Клей 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 мы в тебя верим Спейкс хорошо наша команда просто супер командные действия вот Голденстейт мы уверим что сейчас накроем Монту Элис Монта как-то умудряется каждый раз под щит проходить Райт фалит Добрыня фалит Добрыня не к добру это товарищ Райт первый штрафной попадает может быть второй мазнет вместо так Чендлер выходит вместо Райта на позицию центрового Райт смещается мощным форвардом но его заменят я почти уверен в следующей атаке Чендлер от Чендлера не уйдешь Чендлер он блочит мастер большой так вот только что-то надо придумать может быть вот так вот действительно подействовать давай эх не смог Клей выбросить вовремя этот мяч там у меня не было под кольцом чтобы как-то ему помочь в этом деле Барнс Харрисон Барнс может бросать трешки мы этого игрока знаем прекрасно и прилетает трюльник от Джамира Нельсон 11.5 у него сегодня но забивает Ливингстон Лей Лей Томсон пас на Добрыни Поповича Добрыни со средней атакует попадает а что делать еще раз говорю здесь только бросок только резкие неожиданные решения дабл-дабл у нас ну вот до трипла пока далековато нужно блокшот ставить а как ставить надо чтобы Монте Элис например проходил под щит и при этом так Чендлер ну Чендлера я накрою если что Клей Томсон на подборе главный наш подборщик в кавычках естественно заслончик есть для Андре и Гудала ну вот больше ничего ну что Тайсон не ожидал ты такого а Добрыня прошел под щит и умудрился унизить по пути еще одного соперника ну посмотрим что будет дальше Элис Нельсон Элис бросает треху попадает Монте Элис 32-36 да трехи полетели удалось Маверикс и это тревожно очень тревожно Добрыня Попович ставит заслон заслоном никто не пользуется но тот Ливингс все-таки воспользовался в своих личных корыстных целях ну посмотрите на эту корыстную роль конечно только в корыстной цели Нельсон что Джамир неужели под кольцо пойдешь нет не пошел Элис на Барнса Барнс бросочек промах Добрыня на подборе и сейчас нужно что-то придумывать нужно нужно и фол фол на Добрыне Попович Харрисон Барнс по старой памяти врезал врезал богатырю ну по руке дал да к сожалению мяч не удалось с этим самым фолом забросить зато штрафные будем реализовывать первый есть так меняют райты как я и говорил у Папа Николау выходит он с Богу который специалистом стал поэтому Папе Николау за прошлую четверть так что папаша не продохнет у нас там сегодня Элис но Монта игра пошла это действительно тревожный сигнал 14 очков у Элиса это да страшно у нас вышел Стэф Карри ну Стэф Карри почему-то отдал пас на Добрыню Паповича действительно странно Стэф может быть побросать стоило самому но он отдал на Добрыню и Добрыня оправдал ожидания Стэфа Карри через Тайсона Чендлера заложил мощный дан ну кстати у нас очков больше чем у Элиса и здесь ошибка в передаче от Джамира Нельсона Ливингстон давай Шон ну вот я ставлю заслон тебе Шон больше никому только тебе ты единственный кто моих заслонов достоин пас Ливингстону Ливингстон не удается ему перевести сразу на клея Томпсона ведь этого следовало ожидать этого следовало делать Ливингстон не забил Добрынч да я его не трогал я даже не нажимал ничего я только на подбор нажал нет далее Ричингфау нормально нет вообще то есть подсуживают Далласу несмотря на то что площадка наша подсуживают Далласу Парсенс пас Элису здесь Парсенс Нельсон ну что снова Парсенс Жирок-то сбросил нет Чендер трешка полетела Добрыня принимает потерю вот сейчас бы кто-нибудь открылся Ливингстон да ты тот кто мне нужен как раз Спейкс Ливингстон ну что мне на треху выходить что ли Морис Морис забивает с 38-49 да пока что попадаем пока что впереди но с Далласом расслабляться нельзя это команда такая которая промахов не прощает Элис снова Элис Нельсон снова пытается обыграть там всех не особо получается вот Монта проход под кольцо Добрыня Попович нормально не позволил Монте совсем уж без сопротивления бросать там волна с ветром вместе дошла так ну а что что ты не пасуешь давай сюда давай сюда пас оп оп мы Райта там обыграем еще и забьем так что нужно было пораньше пас отдавать но Добрыня Попович решает решает проблемы и тайм-аут берет Рик Карлайл возвращаемся мы в игру Дирк Новицкий перевод какой Парсенс Нельсон Дирк ну Дирк в своем стиле пытался бросить не попал теперь Добрыня уже в своем стиле пытается ну что это такое ну почему же почему же ты данки не делаешь Добрыня Добрынюшка ты же богатырь русский должен танки делать подборы хотя бы забирает и то радует Андрей Гудала получает мяч здесь Ливингстон ставлю заслон никто в него не попадается естественно еще один заслон для Андрей Гудала и Гудала ну давай идем ну кто же так использует заслоны ну только Гудала еще не попадает при этом Парсенс я почему-то держу Дирка ну видимо потому что Спейкс ну сейчас Спейкс на него переключился ну хорошо Элис Монта Элис накрывают Монту Элиса здесь должен был быть накрыт райд но Добрыня все-таки справился и получил райд свое заслон нет не воспользовался заслоном и Гудала давай-ка сюда и промах бэдшот селекшн все-таки успели мне помешать обидно да и бросил не идеально Нельсон ну то райд хороший заслон поставил но не отклеился Ливингстон от Нельсона справедливости райд скажем что у Шона есть какие-то свои преимущества Парсенс накрывать накрывать Парсенса оттер просто сейчас Добрыня райда от щита и Добрыня ай-яй-яй не удается динковать так вот примитивно все получается какие-то плейапчики бабские не то что нам надо в общем Добрыня Попович блокшот сегодня он горшочки раздает направо и налево и вообще всем кто того желает или нет ну вот 6 блокшотов у нас когда нам дадут эрейзера не вопрос ну нужен же эрейзер но не дают эрейзера зачем мне эрейзер да вообще бейджики не дают зажимают просто по страшному это весьма печально хочется чтобы бейджики были потому что сейчас мне вообще не на что тратить вот эти вот сп поинтсы добросы что такое Ливингстон не добрасывает вообще Элиес умудряется сейчас забить но Добрыня аккуратно мешал потому что 4 фола у него и 5 сейчас зарабатывать не особенно хочется заслончик заслончик есть заслончик есть вот наброс бы эх ну зачем же ты отдал Амину была же возможность именно через Добрыню сыграть а вот сейчас Добрыню отдавать не стоило не просил же я пас Клей зачем ты меня подставляешь потери мне записывают из-за тебя почему-то я играю против Парсонса хотя Парсонс не мой не мой типаж Грин там встал со скамеечки и Парсонсу что-то крикнул что-то нехорошее я так волокаю Райт бросок со средней дистанции попадает ну вот Спейкс вообще не умеет держать Райта из-под него он уже сколько накидал Ливингстон так Шон давай определимся мы с тобой я ставлю тебе заслон но еще и 5 фул ой е-мое на ровном месте очень не вовремя очень не вовремя да весьма печально матч может совершиться для нас досрочно если так все и пойдет Элис ну что Монта что ты там хочешь сделать Монта ничего уже не хочет делать Барнс и перехват от Альфа-Руко Амину Карри давай наброс ну что ты будешь делать набросы никто не делает парасок Добрыни издали не попадает Попович к сожалению треху здесь еще один очень опасный момент может произойти Нельсон Нельсон бежит под щит Амину сфалил на сей раз фол от Альфа-Руко Амин у него первый фол так что все в порядке что меняют Добрыню да от греха подальше но Мофал скричит слой из рук четвертая четверть начинается для нас игрой против Дирка Новицки персональной нужно пропускать атаку через себя вот так вот высокопарно сказано но нужно нужно это делать раз тренер приказывает почему бы и нет так выходить вот туда мне нужно ну по крайней мере так было по стрелочке хотя по факту зачем я должен был туда выходить если туда бежит Ливингстон то есть это явная ошибка и в баскетболе вот ну в настоящем кто играл в баскетбол хоть раз тот понимает что когда игрок с мячом нужно не к нему подходить а от него отбегать если только ты заслан там ставить не должен Элис Монте Элис но мяч у него как на йо-йо такой приклеенный и Гринс фалил хотя я боялся как бы мне сейчас не дали фол у нас 6 блокшотов но вряд ли мы поставим 4 за оставшееся время тем более 9 асистов вряд ли сделаем Морис Спейкс вернулся ну я бы подумал честно говоря лучше о командной нашей игре которая пока оставляет желать лучшего заслон от Добрыни есть ну пас ему как-то поздно приходит Спейкс у пас Спейкс на Игудалу Игудалу на Ливингстона мне говорят что ты в этом сраном посту играешь лучше передачи оттуда выдавай как видите все накрыты все время если я вижу кого-то свободного я отдаю ему передачу а если не вижу то то не вижу соответственно не отдаю представьте себе Дирк Райт и все 6 фол время садиться и верить в то что команда без меня справится справится ли нет не справился да вы что ну что вы ребята ну как вы могли проиграть этот матч ну как ну что богу ой-ой-ой-ой все очень плохо Дирк лучший игрок матча конечно же ну вот Добрыня 6 блокшотов поставил ну там я не мог не отзащищаться в том моменте на самом деле бокс-скор как видите ну лучше Добрыни никого нет а вот где Клей Томпсон 2 из 6 что это такое Клей 2 из 12 Снайпер блин ну как так можно прости причем я ни одной игры еще не помню чтобы Клей Томпсон играл вот хотя бы ну больше половины своих бросков реализовал но этого не было как даже Ливингсон 8 из 12 более-менее достойно все Болгут 7 из 11 нормально ну 2 из 12 это вообще никуда не годится и гудало 2 из 10 ну и гудало хоть у него были матчи где он решал и помогал а здесь вообще все очень плохо ну я что-то очень сильно разочарован ну Карри ладно он с травмой у него хоть минус 20 там все очень плохо но весьма печально после матча на Добрыню естественно подписываются Джамир Нельсон Чендлер Парсенс Чендлер Парсенс там еще написал что игра с Лориорс это всегда интересно потому что значит Добрыня будет бороться до самого конца и это прекрасная победа для Маверикс ну да толстячок ты прав Зак Харпер пишет что это брутальное поражение 2 очка и что игроки теперь а что Добрыня теперь должен думать о нескольких бросках которые он промазал ребята здесь не Добрыня должен думать здесь должен думать Клей Томпсон который хотя бы в одну трешку бы попал и все мы победили по большому счету при чем здесь Добрыня это а вот ассистов мало у Добрыни мало ассистов это причина поражения товарищи не то что он там 20 с чем-то подборов делает или там 6 блокшотов это все фигня главное что он ассистов мало делает и вот это действительно проблема ну и сейчас как вы знаете проходит голосование за олстар в западной конференции бэккорд лидирует Джеймс Харден Рассел Весбрук Дэмиан Лилард и Джеру Холидей представьте себе да в Степкаре из-за травмы видимо отстает ну и если смотреть на фронткор то здесь безоговорочный лидер Добрыни Попович 975 голосов 975 тысяч голосов с него уже было дано при всего лишь 666 за Энтони Дэвиса ну разница колоссальная на самом деле Блейкушка Гриффинда Маркус Казинс и Тим Данкан скорее всего поедут от западной конференции на востоке Дуэйн Вейд Деррик Роуз Кайл Лоури Реджен Ронда Джон Уолл пока не вне игры но Деррик Роуз травмирует он как всегда он же у нас коллега главный так что может быть поедет Уолл ну и фронткорд естественно Леброн Джеймс у которого все равно меньше чем у Добрыни Голосов Кевин Лав Пол Джордж Пол Милсоп и Эл Джефферсон ну что ж на этом мы закончим спасибо за просмотр надеюсь что вам понравилось и увидимся в следующей серии